И всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья. Как я вам и обещал в серии, в предыдущей, перед Старлинками, вот она сейчас прямо в подсказочке вам вылезла, для тех, кто не смотрел, можете посмотреть. Я вам обещал, что мы отправимся за пределы нашей Солнечной системы. Мы не будем больше, пока что не будем экспериментировать ничего в нашей Солнечной системе. И отправимся немножко подальше, так сказать, за ее границей. Но сегодня мы в нашем Млечном пути, опять же, и, ребята, я наткнулся на одну интересную такую систему звездную. Сейчас я вам ее покажу. Смотрите, обрати внимание, видишь, две звезды рядом друг с другом. И здесь то же самое. Можно сказать, что эта система... Есть, как правильно, двойная звездная система, тройная. Это четырехкратная, наверное, звездная система. Вот. Скажу сразу, ребятки. Так, смотрите, сейчас я вам покажу. Эта система взята из одной, как бы вам сказать правильно, мифологии, наверное, скорее всего для тех, кто сейчас задался вопросом, что же это за планета. Ну, ты сейчас увидишь. И что вообще, про какую мифологию ты говоришь. Ребята, я советую вам писать в комментарии. Пишите, а я их почитаю. Я-то знаю, что это, откуда это взято. Короче, поехали, друзья. Короче, здесь, в этой четырехкратной, можно сказать так, звездной системе, да, есть две звезды рядом друг с другом. То есть, отдельно две звезды и отдельно. И я скажу больше. Давайте мы сейчас перелетим, наверное, к ним. Так, звезда Гелиус, Б, оранжевый, карлик. Хорошо. Давайте сейчас тогда мы к ней перелетим. Я вам скажу намного больше, ребят. Это звездная система, вокруг которой вращаются планеты с жизнью, да. То есть, смотри, вот две двойные звезды. Гелиус, Циранус. Так, возле одной звезды у нас есть три, аж три планеты. Смотри, четыре даже планеты с жизнью. Это Пекон, Каприка, Таурон. Так, а что по лунам? Оу, даже, ты посмотри, даже луны здесь полностью, смотри, они полностью оживлены. То есть, даже на лунах есть жизнь. Это классно. Ну что ж, давайте, наверное, тогда отправимся к первой планете Пекон. Посмотрим вообще, что там и из чего она состоит. Умеренная морская терра с жизнью, морская наземная. Так, в диаметре 12 тысяч километров. Неплохо, неплохо. Так, состав у нас аргон, вода и азот. Так, атмосферное давление 0,76, но немножко понижено. Ладно, это ничего. Зато температура здесь, в принципе, прекрасна. 20 градусов по Цельсию и парниковый эффект 11 градусов. Классно. Так, ну, я не знаю даже, в принципе, ничем, наверное, не примечательная такая планета, но вот здесь вот есть такая планета Каприка. Сейчас вот именно на нее. Мы перелетим. Отлично. И две планеты здесь вращаются в танце, можно сказать, так, друг, вокруг друг друга, да? Так, вот, посмотри, даже есть, по-моему, что-то напоминает нам южный полюс, да, или северный полюс, скорее всего. Так, что у нас по этой планете? Так, парниковый эффект 35, температура 16, атмосферное давление 1 атмосфера. Слушай, ну, это практически Земля, я тебе скажу, но материки, конечно, да, здесь раскинули совсем по-другому, немножко другие. Ну, вы что, думали, это вам не Земля? Так, ну, я думаю, наверное, будет прекрасно посмотреть на... Короче говоря, на все звезды, наверное, на Солнце, на звезду, которая прогревает эти планеты, и посмотреть на ее соседнюю планету, наверное, самой поверхности этой планеты. Давайте опустимся на поверхность. Так, отлично. Поверхность у нас прорисовывается. Так, что у нас по поверхности? Вот за что я люблю Space Engine, особенно в HD-качестве, но сейчас она не в HD-качестве, потому что... А я не буду говорить, почему, а то вы, блин, не знаю, короче, скажете, я хочу, я хочу, а вот вы напишите в комментариях, а я скажу, где это найти и посмотреть эти прекрасные виды. Так, смотри. Вот, в принципе, видно хорошо у нас. Давайте вот это закроем. Видно планета Геменон. Тоже у нас органическая, многоклеточная жизнь, морская, наземная. Так, ну, по составу все то же самое, что на Земле. Вода, азот, аргон. Атмосферное давление там понижено. Сейчас мы туда перелетим, конечно. Так, давайте сейчас мы, знаете что, мы, наверное, промотаем немножко время. Это же у нас двойная звезда, я так полагаю, да? Так, и давайте сейчас мы посмотрим, где у нас еще вторая звезда. Ага, это Гелиос А, а Гелиос Б у нас... А, Гелиос Б у нас за горизонтом. Так, мне надо тогда, знаешь, что сделать? Мне надо переместиться за горизонт так, чтобы было хотя бы примерно видно и первую звезду, и вторую. Так. Мы где-то на поверхности, я не знаю, океана какого-то, вода, наверное, что это здесь. Да, и вот смотри, здесь видно, то есть, Гелиос Б. Вот, кстати, вторая двойная звездная система. Два желтых карлика, я так подозреваю, да? И вот у нас первая звезда этой системы. Так, ну, вообще, давайте как-нибудь, наверное, сейчас мы отдалимся, чтобы нам... Я хочу прям наблюдать две звезды, понимаешь? Блин. Так. Ну, давай, наверное, вот примерно здесь, что ли, вот так. Здесь уже закат. И закат второй звезды. Да, нет, ну, это, конечно, неинтересно. Так, подожди, дай-ка я сейчас отдалюсь. Отдалюсь, отдалюсь. Первая звезда, вторая. То есть, где-то, наверное, между этим и этим должны вот так вот где-то здесь примерно наблюдать, наверное, я думаю. Так. Ага, вот у нас звезда Гелиос Б, оранжевый карлик. И Гелиос А, желтый карлик. Так, прикольно будет посмотреть. Смотри. Сейчас здесь, короче говоря, давай промотаем немножко, ускорим время. Давай еще быстрее. Здесь будет закат сейчас, а здесь, наоборот, восход. Прикольно, да? Одна звезда заходит за горизонт, а вторая светит на небосводе. Ну, конечно, шибко-то она не светила бы, потому что, блин, она находится достаточно довольно-таки равно далеко от этой планеты. Так, ладно, хорошо. Это у нас, что на звездном небе так ярко светится? Планета Пекон. А, вот у нас же, да, у этой звезды Гелиоса, да, есть же еще планета. Еще планета с жизнью Пекон. Так, а что по лунам? Давайте посмотрим по лунам. Так, луна Каприка, Геменон. Давайте на луну Каприка, что ли, слетаем. Только почему-то я ее... А, подожди, стой, я ее не вижу. Где она? Ну, а Геменон? Нет, это планеты. Это планеты, стой. Это планеты, но... Подожди, стой, но там же было... Так, подожди, Каприка. А, Каприка это основная планета, а... То есть, Геменон это луна, но луна, посмотри, тоже с жизнью, то есть, тоже терраформированная полностью. Это прикольно, это классно. Это очень прикольно. Посмотри, какие там вулканы в среде, прямо посередине океана, да, смотри. Здорово. Так, у нас... Время у нас не шибко ускорено. Что-то какой-то, по-моему, мне кажется, большой оборот планеты. Так, осевой период? Нет, осевой период полностью у нас абсолютен в нашей Земле. Так, у меня может быстро время идет? Да, у меня ускорено время. Давайте немножко... Да, совершенно верно, я же ускорял время. Давайте опустимся над вершиной этого вулкана. Посмотрим на красоту, конечно. Так, двойная звезда, блин. Так, раз. Я, по-моему, я перелечу обратно. Буду смотреть на ту же звезду, по-моему. На вторую. Так, ну, на поверхности... Это, по-моему, самый высокий вулкан, наверное, здесь на планете. Стой. Давайте посмотрим высоту. Так, высота над поверхностью моря. Я так понимаю, высота рельефа, да? 8 километров. Неплохо, неплохо, да. Довольно-таки большой, большой здесь вулкан на этой планете, но не действующий, замерзший. Так, ладно, давайте... У нас есть же еще двойная звездная система. Вот такая, и мы сейчас к ней перелетим. Элиос-Б. Что у нас здесь присутствует? Что у нас есть? Так, ну, Рагнарс. 138 тысяч километров в диаметре. Это у нас, я так понимаю, газовый гигант. А где он у нас? Ага, он, то есть, ясно, хорошо. Ладно, понятно. Так, что по планетам? Таннатос. Теплая пустынная Тера. Ну, это что-то похоже более на Марс, да. Планета Лебран, Скорпия и Саджитариан. Планета Афион, холодный мини-Юпитер. Так, ну, давайте... А вот, кстати, Лебран, у него... Ага, две луны, ну, простые астероиды. У этих двух планет нету. Никаких лун. Так, Лебран. Ну, давайте попробуем слетать к Лебрану. Почему бы нет? Так, хорошо, отлично. Вот такая планета тоже с жизнью. Посмотри, как ярко светятся две луны, да, вот эти два астероида. И отсюда тоже, да, прекрасно, в принципе, видно вторую звездную систему. Так, ну, давайте, наверное, опустимся куда-нибудь на поверхность. Я не знаю. Посмотрим на виды с этой планеты. Так, видно Луну. Это у нас... Подожди. Луна Херса. Умеренный астероид. Оранжевый карлик. Ага, вот это. То есть у нас, я так понимаю... Стой. Гелиус. Бета. Ну-ка, подожди. А, это с первой звездной системы, да, я так понимаю? Или это вообще другая какая-то звезда? Непонятно. Ну, ничем не примечательный желтый карлик. Ну, давайте промотаем время, я не знаю, блин. Что здесь, в принципе, необычного можно, наверное, увидеть, я не знаю. Так, отлично. Ждем захода звезды за горизонт. И посмотрим ночное небо. Так. Ну, это, опять же, планеты. Те же самые планеты с жизнью. Представляешь, если бы все эти планеты... Вот, допустим, мы бы жили бы на этих планетах, и все эти планеты так располагаются рядом друг с другом даже. Ну, несмотря там на какой-то край прям светового года, но было бы здорово, допустим, даже в одной звездной системе, да, находиться с планетами. Так, это что? Ага, это Луна. Находиться с планетами, допустим, на таком расстоянии, как Марс, Земля, Венера. То есть, мы бы знали, что там тоже живут люди, и это было бы здорово. То есть, мы не одни во Вселенной. По крайней мере, уже не в галактике Млечный Путь. Мы не одни. Да, было бы здорово, если бы так было бы. Ну, видишь, ребятам из этой звездной системы очень повезло, я тебе скажу. Так, подожди. Стикс Фаэба. А, вот смотри, вот у этой звезды, да, Гелиоса, то есть у нее тоже есть три планеты с жизнью. Посмотри, морская наземная жизнь, Айрлон, Канцерон и Аквария. Так, ну, Аквария, это у нас умеренная океаническая терра с жизнью. Ну, по-моему, там какие-то присутствуют тоже материки. По-моему, я смотрю, два замерзших материка, как можно отнести Южный и Северный полюс, да. То же самое, в принципе. С одной звезды, с одной стороны светит звезда, и с другой стороны светит звезда. Прикольно. Так, ну, я не знаю, блин, какие там огромные шторма, посмотри. Кстати, они все одинакового диаметра, я смотрю, 12 тысяч километров. Ну, так, давайте, наверное, опустимся. Я так предполагаю, это, наверное, скорее всего, лед. Да, это лед. Температура, конечно, сейчас намного понижена. О, здорово просматривается звезда и планеты тоже с жизнью. Классно. Я думаю, это было бы прикольно, если бы все-таки мы находились в этой звездной системе, хоть на одной даже из какой-нибудь из этих планет, блин. И мы знали, что, так сказать, грубо сказать, в солнечной системе, в этой, да, звездной этой системе, мы не одни, мы могли бы путешествовать с планеты на планету. Было бы здорово. Ну, что ж, друзья, короче говоря, наверное, на этом я серию свою закончу. Вот такой небольшой выпуск у меня, ребятки. По крайней мере, во вселенной Space Engine мы нашли еще одну жизнь, и это здорово. Мы не одни. Да. Ну, что ж, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно жмите колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Всем, друзья, пока. И помните, космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока-пока.